мир всем здравствуйте друзья подписчики это гости канала сегодня мы с вами снова в лесу но не за грибами а наберем и вот такой травки здесь будет ссылочка там я уже рассказываю про нее а это с травкой наши серафима саровского вот как раз мы вовремя пришли будем собирать вот такие кулачки народ натуральная морковка натуральный морковь а мы будем набирать ее знаете зачем мы ее заквасим как раз пока она вот пошла и не переросла на сейчас мягонькая когда перерастет конечно можно и летом собирать вообще круглый год можно собирать вот сейчас весной самое то и мы сделаем такой же такую же закваску точно как вот белокочанную капусту вместе с морковкой уж начнем охота бы конечно вот только такие бы ну конечно их мало будет придется всякие собирать вот такие вот вот это прям чувствуется уже вот срывал тянул жестче но буду брать если что вот такие вот потому что закваску на закваску много надо будет вот эти мягонькие это мягонькие прям кулачки они называются когда вот так как бы еще не раскрыты и поэтому называется кулачок чтобы заквасить нашу сныть ума много не надо как понимаете просто желание набрать ее а так продукты тут что для закваски такие же как и для белокочанной капусты морковь и соль но я вот только применяю морскую соль ну и вот вот так туру морковь а вот он наша сныть с вами тут немножко конечно как немножко для начала пока хватит конечно желательно побольше я ее это так как в экологически чистом месте она собрана после дождей еще пыль не легла там машина не ходит поэтому я ее не стал обмывал не буду обмывать так по жанкую с морковью и солью и все и пускай классится хочу именно заострить ваше внимание друзья на химическом составе сныть и а это на 70 проценту совпадает с химическим составом нашей крови собираем друзья сныть в солнечную погоду ну и уже после обеда кстати единственное растение где нашли вещество такое как рибоксин а знаете что такое рибоксин это он укрепляет сердечную мышцу нормализует кровоток в коронарных сосудах стимулирует энергетический обмен в клетках мы это проразит при различных сердечных патологиях помогает при заболеваниях жкт печени и вообще положение влияет на человеческий организм вот это наши сныть недаром батюшка нас серафим саровский тысячи дней на одной этой травки сидел и ну конечно сначала бог ему духом святым питался ну и травкой вот этой снытью что поехали просаем чуточку солюшки дальше щепоточку еще чуточку солюшки морковки еще щепоточку еще солюшки а теперь жаркой теперь жаркой чтоб сок дала запах пошел морковь с морковью ну все вот помял пожамкал вот с такой кучи получилось вот столько всего лишь так и умел ну чтоб сок дала конечно желательно еще былки отдельно собирать чтобы их прокрутить где-нибудь там в блендере или еще как-нибудь через мясорубку и добавить еще соку я так не делал хотя желательно бы ну чтож выкладывай пока целой кастрюлю но сейчас же ее надо примять чтоб сок пошел слышите ну все теперь накрываем и грузиком прижимаю ну и все теперь на трое суток отправляем вернее здесь оставляем где-нибудь в теплом месте пускай квасится теперь господи благослови он забродила уже видите пена пошла запах такой как сухая трава чуть подпрел и мне кажется ну ладно завтра уже попробую на вкус так друзья вот целая 700 граммовая баночка получилось с ныти квашеной запах такой не это ну как сеном сухим вот как в деревнях раньше пахнет когда сено заготавливают но главное ее полезность главная ее полезность и и и и и и и в этом году надо оставить конечно сейчас свежей достаточно так что это вот вам рецепт заготовки с ныти на зиму и главное то что именно она еще приобретает приобретает дополнительные конечно качества будем говорить полезности в таком состоянии но если у меня чуть суховато получилось в смысле то что было выжато с нее сока мало получилось и поэтому я грибы отваривал чуть присолил рассол и залил вот эту сныть просто у меня под рукой не было ни помидорного рассола ни огуречного, ни капустного а так можно заливать чтобы сныть вот эта хранилась в рассоле ну вот думаю еще вам один рецепт заготовки сныти на зиму вот так вот хорошо будет это с картошечкой во время поста достал прям и ничего не надо главное еще раз вот повторюсь на 70% такие же микроэлементы и химический состав сныти как и нашей крови поэтому бесценная считаю для здоровья и пользы эта травка не надо никаких таблеток только вот не ленитесь заготавливайте ну и так помимо можно говорю чай с нее заваривать салаты делать ну что ж друзья можете смело брать вот такой рецепт сныти квашеной на вооружение и болячки ваши отступят а здоровье прибавится а я на этом конечно отклонюсь всем вам голубого неба пускай она будет мирным ну и конечно крепкого крепкого здоровья до свидания всего вам хорошего до свидания